Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» в студии Наталья Зайцева. Долгожданное открытие сезона по ледовому спидвею состоялось. С него и начнем наш сегодняшний выпуск. Шипы и скорость на зеркальном треке. Первые старты мотогонщиков по льду. Сильнейшие теннисисты края отстаивали честь своего клуба. Игроки от 14 лет и старше 40 вышли к столам. Приморская сборная боксеров сформирована. Впереди отборное российское первенство. Лютый приморский мороз дал почувствовать собакам и наездникам суровые условия родины беговых псов. С трибун стадиона «Патриот» горожане болели за любимых гонщиков ледового спидвея. Соревнования были под угрозой срыва, так как без снега невозможно выполнить требования безопасности и выложить ограждения вокруг трека. Есть практика, когда периметр кольца обкладывают мешками с сеном. Но это слишком дорогое удовольствие. Пару недель назад погода сама решила нависший вопрос. Традиция соблюдена. Первые старты сезона принял Уссуриск. 16 гонщиков из Приморья, Амурской и Иркутской областей открыли сезон ледового спидвея. Погода проверила на прочность спортсменов. Морозными оказались оба гоночных дня. Удачных заездов, прекрасных финишей. И чтобы, конечно, не подводила техника. Стартовали гонщики по зеркальному треку стадиона «Патриот». Правда, нынешняя зима внесла коррективы в календарь зимних соревнований мотогонщиков. Вместо пары выходных с захватывающими скоростными заездами уссурийцы увидели лишь одни. За погоду мы перенесли. У нас должно быть две гонки пройти до этого. Но как таковых не получилось. Вот одна гонка прошла. Мы ее поделили на два этапа. Не нарушать традиции, чтобы прошло как два этапа. Только по однодневным. Новый сезон и новый состав участников. В этом году не блеснул мастерством Глеб Шевченко. Уссурица подкосила простуда. На трек не выехали еще два любимчика публики. Многократный чемпион края Андрей Иванов и ветеран ледового спидвея Александр Котлер. Их знания и умения пригодились участникам гонки в закрытом парке. Сейчас просто пауза. Сейчас просто, чтобы молодые немножко проезжали. Им надо расти. Выполнять мастеру спорта. Я, наверное, лучше бы сам ездил. Такое волнение какое-то совсем другое. И бегаешь. И тому подсказать надо. И тому подсказать надо. Короче, лучше самому кататься, чем вот так волноваться. Каждый год прочность приморского льда проверяет хабаровская пара Илья Пантелеев и Андрей Селефонов. В этом году в их крае снег выпал раньше. И хабаровчане преуспели в подготовке. В первый день гонки не повезло молодому гонщику Илье. Падение в заезде лишило его шанса продолжить борьбу на своем мотоцикле. Хабаровским гостям пришлось делить мотоцикл Андрея Селефонова. При этом Андрей сумел заработать бронзу на соревнованиях. Снега у нас, конечно, хватает. Так же, как и у вас. Достаточно. Морозец, правда, посильнее. Ну и у вас, я скажу, такой неслабый. Да, у нас есть свой трек, скажем так, неплохой. И мы тренировались. И результат, в принципе, как бы планировался. После двухлетнего перерыва на трек вернулся Антон Змага. Призеры пока проскочить Антону не удалось. Но в пятерку лучших спортсменов попал. Увы, но этот сезон для себя закрыл Иван Калинников. 65-летний гонщик еще пару недель назад с легкостью входил в виражи в Китае. Но домашние соревнования заставили ветерана взять тайм-аут. Сезон пора прикрывать. Смена не даст. То есть перерыв будет пока что на этот сезон. А дальше как Бог даст. А дальше как Бог даст. Дай Бог, чтобы было хорошо и все. Следующий этап ледового спидвея пройдет в эти выходные в Дальнегорске. А как распределились места на уссурийской гонке, смотрите в полной версии всех заездов на нашем канале. В четверг, 4 февраля в 19.25 смотрите показ мотогонок на льду. Повторы пройдут в субботу, 6 февраля в 9.45 и в воскресенье в 11.10. В Борисовке почтили память заслуженного учителя страны, который 40 лет проработал в сельской школе. Владимиру Борисенко коллеги, воспитанники и друзья посвятили хоккейный турнир. Участники соревнований – школьники из Уссурийска и сел округа. Первый турнир памяти Владимира Борисенко прошел на хоккейной коробке сельской школы. Владимир Терентьевич работал в Борисовке учителем физкультуры. Год за годом выводил своих воспитанников в призеры районных и региональных соревнований. Он ушел из жизни в ноябре 2015-го. На торжественном открытии турнира были представители Уссурийской администрации, депутат Думы округа и близкие люди борисовского тренера. Мы очень рады и просто спасибо большое всем, кто в этом участвовал, кто-то звался. Из комитета спорта просто все замечательно. Люди сразу пошли навстречу, откликнулись. В мемориальном турнире участвовали четыре команды школьников. Из самой Борисовки, из Корсаковки, Тимирязевки и Уссурийской 28-й школы. Первый матч хозяева площадки отыграли с Корсаковкой. Борисовская команда открыла турнир разгромным счетом в свою пользу – 11-0. Хотя победители скромно оценили собственную игру. Плохой пас, кто-то не успевает добежать до шайбы, но это все разогрев так. Без разогрева не получается. Еще один фаворит турнира Тимирязевка обыграла Уссурийскую 28-ю школу. Затем проигравшие в полуфиналах били за третье место соревнований. Городские ребята выиграли бронзу у Корсаковцев. Финальный поединок – противостояние Борисовки и Тимирязевки. Хозяева уступили гостям со счетом 6-1. Этот турнир мы хотим проводить каждый год. Я думаю, мы расширим его географию, пригласим больше сельских школ, потому что коробок, площадок этих стадионов становится все больше. Поэтому, я думаю, люди будут совершенствоваться и приезжать к нам участвовать. Воспитанники Владимира Борисенко твердо намерены сохранить память о своем учителе и тренере. А молодое поколение борисовских спортсменов теперь будет усердно тренироваться, чтобы отстоять честь села в следующем году. Юные хоккеисты из нашего города сразились с Владивостокским адмиралом. Ребята участвуют в зимнем турнире на льду фитисов арены. Уссурийцы достойно провели первые матчи соревнований. Уссурийские хоккеисты начали борьбу за кубок имени адмирала Ушакова. Наш город представляет команда «Приморье» 2005-2006. Первые матчи прошли на выходных. Уссурийцы выиграли у Владивостокского адмирала 2005 со счетом 3-1. Адмирал 2004 сыграл с «Приморьем» в ничью. Обе команды забросили по 4 шайбы. В дальнейшем наши ребята встретятся с соперниками из Хабаровска и Сахалина. Всего в турнире участвуют 7 хоккейных дружин, которые играют по круговой системе. Директор Дюсша адмирала Сергей Филин прокомментировал правила проведения соревнований. По регламенту разрешаются силовые приемы. Матчи будут длиться по 45 минут чистого времени. Это сделано специально для того, чтобы дети привыкли к тому стилю игры, в который играют в центре страны. Впервые клубы «Приморья» по настольному теннису выступили стенка на стенку. Победа каждого в команде приближала состав к престижному титулу. Это лишь первый этап турнира. Всего их пройдет три. Победителя судьи признают по сумме заработанных очков. И команда официально получит статус сильнейшей в крае. Уссурийская федерация настольного тенниса впервые приняла открытый клубный чемпионат «Приморья». Шесть команд высшей лиги претендовали на звание лучшего состава в крае. В течение всего дня без перерыва теннисисты сменяли друг друга за столами. Это все-таки высшая лига. Люди уже давно научились понимать, распределять силы. Бывают, конечно, нюансы, но в основном люди справляются, спортсмены. Выдержать матчи нужно и натиск соперника, и эмоциональное напряжение. У опытных теннисистов есть стратегия игры. Чаще всего в критичной ситуации игроки тянули время партии, чтобы немного отдохнуть и спровоцировать ошибки противника. У каждого теннисиста есть свои особенности, как затянуть встречу, как-то расслабить игрока, может быть, каким-то образом, наоборот, усыпить его реакцию для того, чтобы потом в конечном счете обыграть его. Пользуйтесь своими приемами. Если бы не пользовался, наверное, бы не выигрывал. Напряженной встречей была у уссурийского руководителя Федерации настольного тенниса Михаила Бутылева. Против него играл гость из Владивостока Тимур Летамбур. Противостояние спортсменов практически решало судьбу. Их команд в этом чемпионате Бутылев сумел вырвать победу. Мы приехали с Дальнего Востока и никак не заживает плечо. Поэтому хотелось выиграть малой кровью, что называется, на его ошибках, но не получилось. Пришлось дорывать мышцы дальше. Но впереди чемпионат России. Нужно как-то неделю сейчас восстановиться, чтобы ехать дальше. Команда от уссурийской федерации настольного тенниса завоевала звание сильнейшего состава среди клубов Приморья. Следующие два этапа турнира пройдут в апреле и мае. А на следующей неделе уссурийцы выступят на чемпионате России. Через города будут отстаивать трое Михаилов. Рослый, Бутылев и Хамутов. Боксеры прошли отбор на региональное первенство. Уссурийские парни принимали в своем ринге соперников из всего края. Главная цель спортсменов – дойти до финала, потому что каждый из участников решающих встреч автоматически попадал в сборную Приморья. Юноши встретились в ринге в боях за места в Приморской сборной. Краевое первенство по боксу собрало сильнейшие команды. Соревнование удалось провести благодаря поддержке предпринимателей. За отзывчивость и своевременную помощь глава округа Николай Рудь наградил бизнесменов. Турнир стал одновременно и памятным. Его посвятили выдающемуся уссурийскому тренеру Руслану Хабисову. 70 боксеров отдали в ринге дань уважения легенде приморского спорта. Четыре дня воспитанники краевых клубов провели в ожесточенной борьбе. Первым выходить всегда тяжело. Морально тяжело выходить, надо настроиться. Уссуриц Максим Григорьев в свой полуфинальный бой начал уверенно. С бронзой приморское первенство заканчивать непрестижно. Шанс попасть на следующий региональный этап есть только у участников финальных встреч. Соперник Максима торопился и забывал ставить блоки. Ошибками тут же пользовался предприимчивый уссурийц. Преимущество у меня было уже в начале, я об этом знал. И сразу в первом раунде начал выигрывать. На Дальневосточном первенстве уже пару лет приморская сборная в неофициальном командном зачете показывала лучший результат. Достижения принадлежат средним и старшим юношам края. Поэтому руководству Дальневосточной федерации разрешило из Приморья привести два состава боксеров в этом году. Главное выстоять отборочные бои и боксировать в финале. Приморский край получил право вести два состава на первенство Дальнего Востока. Поэтому в принципе парни, которые выйдут в финал, независимо от результата первое и второе место, имеют право ехать на первенство Дальнего Востока. Через пару недель приморская сборная отправится на Сахалин. В этом году первенство ДВФО принимает остров. Из победителей на региональном этапе уже будет сформирована команда, которая выступит на уровне страны. Школьники Уссурийска выяснили, кто лучше всех играет в волейбол. Завершилось первенство ДЮС США. Десять команд претендовали на звание лучшей, но досталось оно лишь одной. Неделю парни разыгрывали призовые места. Сначала в двух подгруппах, затем команды встретились в стыковых матчах. Городская гимназия номер 29 стойко прошла отборочный тур и в заключительных играх превзошла соперников. Заслуженное золото. Гости из Новонекольска на второй ступени пьедестала. Тройку призеров замкнули парни из 14-й школы. Теперь девушки выясняют отношения у волейбольной сетки. 12 февраля пройдет финальный матч между сильнейшими волейболистками-школьницами. В том, что собаки тянут ношу не хуже лошадей, мы убедились на соревнованиях по ездовому спорту. Собачьи упряжки рассекали по дистанциям в погоне за Кубком Радужного. Мохнатых извозчиков мороз не пугал. Холод и снег – самая благодатная стихия для гончивого раздолья. Елена Панишева – одна из первых каюров в Приморье. Каюрами называют погонщиков в собачьей упряжке. Самой старшей из своих сибирских хаски Елена начала бегать зимой 8 лет назад. К активистке присоединились еще несколько владельцев ездовых псов. Теперь гонки – азартные забеги на шестерке. Эти собаки, они разносят квартиру, им плохо, если они не бегают. И мы как бы стали много гулять, стали пробовать, стали… Сначала мы была одна собачка попробовали, думаю, мне тяжеловато ей, нужно две собачки, две собачки. Ну, к двум собачкам у нас потом стало еще четыре прибавилось. Первые упряжки было три, это считалось круто, четыре – это вообще круто. Сейчас у нас есть упряжки по 12, по 16 собак. Но самостоятельно хозяину справиться с такой оравой непросто. На готове всегда волонтеры. Помощь нужна, особенно когда много людей, они очень возбуждены. Прежде чем бежать, нужно расставить вертихвостов на свои места. От правильного распределения силы собак в упряжке зависит результат. Нетерпеливые псы рвались на дистанцию. Помощники задабривали друзей наших меньших, чтобы те не стартовали раньше времени. Лакомство, чтобы руководить, лежать. Лежать. У каждой семьи свои ритуалы и подходы воспитания питомца. Евгений Воротынцев за минуту до старта успел подойти к каждой из собак. Договаривался о результате. Уговорить. А так это они меня уговаривают. Они сами все знают, что их нужно делать уже. Старт, пошли! Периодически погонщики грелись в теплушке, в то время как их верные друзья комфортно отдыхали или резвились на снегу. Что нам? Мороз, большинству пород собак – оптимальная температура для бега и гуляний. Они могут бесконечно долго быть на улице. Видите, им очень комфортно, в снегу он валяется, как мне. Вилли, хоть повернись лицом хоть раз, мордой. В принципе, они морозоустойчивые. Да, да. Вот любят все подавать. Вот видите, что у нас. Ничто не пропадает дома. Ни тапочки. Да, перчатку невозможно потерять. Во время собачьих забегов за псом можно катиться на нартах, ехать на лыжах или бежать на одном поводке за своим хвостиком. Максим Карев с Альмой приехали из Арсеньева. Они в ездовом спорте – новички. Бегать она любит, причем очень сильно. Даже больше, чем есть, мне кажется. Для спортсменов на базе Южной были четыре дистанции – 200 и 400 метров и 2,5 и 4 километра. Какой трек бежать, зависит от породы собаки и ее подготовки. К ездовым дорожкам не придраться. Организаторы постарались для комфорта участников. Неделю занимались очисткой территории. Как и город попал в ЧАЭС, так и мы в ЧАЭС. Но вот благодаря совместным усилиям и действительно энтузиасты этого вида спорта, любители животных, помогли нам, организовались. Я рад, что мы второй год уже проводим Кубок Радужного. Это второй этап приморских гонок на собачьих упряжках. Первый прошел в партизанском районе. Завершит сезон гонка на Кубок ПГСХ. 21 февраля Каюры и их извозчики испытают трассу в стиле Каменушка. Активно провести предстоящие выходные можете вместе со спортсменами. Где будут они – в нашем анонсе. Паркет «Локомотива» на выходных и будущей неделе будет занят школьниками. Памятный турнир соберет более 15 детских команд. Следом ЛОКО примет краевые футбольные команды. Идет розыгрыш на региональный этап «Мини-футбол в школу». Футболисты играют не только в зале, но и под открытым небом. Тем временем новички кикбоксинга выйдут в ринг, чтобы положить начало своей спортивной карьеры. За предельными возможностями своего тела медали будут зарабатывать пауэрлифтеры. В воскресенье – праздник зимних видов спорта. Весь день обещает быть насыщенным. Сначала городские старты на стадионе «Патриот». Даже футболисты в единый день зимних видов спорта будут играть на улице. А уссурийские ветераны хоккея продолжат борьбу в ночной хоккейной лиге. Ну а на меткость предстоит пройти осмотр школьникам. Стрелки из пневматического пистолета выйдут на рубеж. На этом отчет за неделю завершен. Новый выпуск о спортивной жизни города смотрите в пятницу в 20.00 на канале Телемикс. Это была итоговая программа «Неделя спорта». В студии работала Наталья Зайцева. Отдыхайте активно. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова